Здравствуйте, меня зовут Марта. Я джуниор-тренер школы фейсбилдинга Евгений Баглок. С приходом теплых дней мы все чаще бываем на улице, а на солнышке самыми популярными мимическими гримасами становятся прищуривание глаз, смарщивание бровей. Кстати, когда мы смарщиваем брови, то очень часто также напрягаем верхнюю губу. Вот таким образом. Обратите внимание и не делайте так. Что же делать? Как контролировать нежелательную мимику? Ну, во-первых, носите темные солнцезащитные очки. Во-вторых, вы должны осознавать наличие мимических гримас и контролировать их. Ну и в-третьих, конечно же, фейсбилдинг. Во-первых, проработанные мышцы легче контролировать. Во-вторых, во время проработки, во время тренировки вы будете снимать избыточное напряжение, то есть расслаблять ваши мышцы. И я хотела бы напомнить вам одно из моих любимых упражнений для укрепления верхнего века. Оно еще, кстати, с лимфодренажным эффектом. Смысл упражнения в следующем. Мы плотно закрываем глаза, нажимая верхним веком на нижний. Очень важно не прищуриваться, а просто надавливаем, как будто тяжелые жалюзы опустились. Ощущаем, как реснички верхнего и нижнего века как будто склеены между собой. Пальчики деликатно укладываем вот таким образом под нижним веком. Очень важно, мы не фиксируем, не давим, просто дотрагиваемся. Если ногти длинные, можно вот таким образом уложить пальчики. И теперь, удерживая верхние века плотно прижатым к нижнему, мы начинаем слегка приподнимать вверх глазное яблоко. Приподнимаем, но следим, чтобы глаза не открывались. Усилием удерживаем и расслабили. Опять приподняли глазное яблоко, ощутили дребезжание и расслабили. Что важно? Во-первых, дребезжание – это показатель работы глазной мышцы. Во-вторых, в этом упражнении самое важное не то, насколько вы высоко поднимете глазное яблоко, как будто вот за спину себе не нужно смотреть, потому что это может привести к неприятным ощущениям, головокружениям и так дальше. Мы слегка приподнимаем глазное яблоко, важнее всего сильно надавить, чтобы вот ощутить напряжение по верхнему веку. В этом и смысл упражнения. Пальцы укладываем для того, чтобы вот создавать трение глазного яблока, а пальчики, то есть создается таким образом лимфодренажный эффект. Классно делать это упражнение с утра. Если глаза отекают, вы можете еще даже в постели сделать это упражнение, проработав свои мышцы. Также важно следить, чтобы во время выполнения упражнения не поднимались брови, то есть вот так не должно происходить. Ну и, конечно же, не сжимался рот в затылок. Ну, как обычно, когда мы сконцентрированы, есть вероятность того, что рот будет сжиматься от избыточной концентрации. Еще раз повторим все нюансы. Закрываем плотно верхнее веко, укладываем пальчики, деликатно не прижимаем, ни в коем случае не давим. Расслабили плечи, расслабили затылок. Надавили верхним веком на нижнее и одновременно завели глазное яблоко вверх. Ощущаем дребезжание, но глаза не открываются. Удержали секунду, расслабили. Опять завели вверх глазное яблоко, удержали секунду, расслабили. Завели, удержали, дребезжание чувствуем, расслабляем. И так повторяем 30 раз. Последнее повторение задержка на 5 секунд. Все, желаю вам качественных тренировок и помните о контроле миники.